Привет, с вами DJ Krypton, и в сегодняшнем уроке я расскажу, как можно управлять программой Logic Pro, используя планшет iPad 2. Это возможно сделать при помощи нескольких программ. Для сегодняшнего урока я буду показывать, как это работает при помощи программы AC7 Core. Это одна из нескольких программ, позволяющих управлять Logic Pro с планшета iPad. Открыв программу, мы видим такой пульт виртуальный, очень похожий на контроллер Maki. Создатели вдохновились, можно сказать, интерфейсом железного контроллера Maki. Для того, чтобы программа AC7 могла работать с программой Logic, нам понадобится Wi-Fi соединение, соответственно, роутер. Я думаю, у многих он есть. И для начала нам надо произвести некоторые манипуляции на машине, на которой установлена сама программа Logic. Для начала хочу сказать, что я работаю на Макинтоше на системе 10.6.8. Это может иметь значение, потому что настройки аудио могут отличаться немножко. Для начала нам необходимо найти папочку утилита, она находится в папке с программами. И найти в этой папке пункт под названием Audio MIDI Setup. Открыть его. Мы видим такую картинку Audio Devices. Но нам нужно другое окно. Нам нужно окно настроек MIDI, поэтому мы нажимаем в меню Window. Show MIDI Window. Два раза нажимаем на Network. У нас появилось окошко MIDI Network Setup. Добавляем новую сессию. В окошечке My Sessions нажимаем на плюс. И активируем ее. В окошечке Who May Connect To Me выбираем Only Computers In My Directory. Или же Anyone. В данном случае Only Computers In My Directory. Окей. Теперь открываем программу AC Core на нашем iPad. Сразу видим, что в directory, директория, тут появилось DJ Krypton's iPad. Выделяем DJ Krypton's iPad и нажимаем Connect. Название iPad появилось в окошечке Participants. Теперь нам можно закрыть окошко настройки MIDI-сети. Закрываем. Нам нужно убедиться, что Mode, то есть режим, соответствует нашей программе. То есть есть Logic Mode, Cubase Mode, Ableton Live, Pro Tools. То есть мы можем использовать эту программу с совершенно разными секвенсорами. Открываем Logic. Сразу появилась Control Surface Group 1. Закрываем окошечко. Попробуем открыть какой-нибудь проект и посмотреть, как это работает. Возьмем, к примеру, мою новую песню, премьеру клипа, на которую вы скоро увидите на сайте. Песня называется Один. Открываем проект. И видим на iPad появилась надпись Loading Single. Это название проекта. Single 3.16. Смотрите. Сразу мы видим, что фейдера встали на место, на котором они находятся в микшере проекта. На экране мы видим проект. Включим микшер. Попробуем сравнить. На экране нашего компьютера написано, допустим, A1-1, A1-2. Они соответствуют надписям. На микшере программы AC-7. Тут присутствует 8 дорожек плюс мастер-канал. Если мы хотим переключиться дальше, мы можем нажать кнопочку Bang. Появляются следующие 8 каналов. Если мы нажимаем дальше, то появляются следующие каналы. Следующие каналы. Там, где канал замутирован или стоит кнопка Solo, то тут будет это отображаться так же. Мы можем нажать кнопочку Select и соответствующий канал будет выбран в лоджике. Внизу программы очень удобный транспорт-бар и очень удобные показатели уровня. Jogwheel создан для того, чтобы мы могли производить такую легкую навигацию по песне. Jogwheel мы можем переключить в режим Scrap. Также мы можем переключиться в другой режим, с помощью которого мы можем осуществлять очень удобную навигацию по треку. Мы можем двигать канал вниз или вверх по проекту. Можем делать Zoom Out, Zoom In. Если мы нажмем на кнопки вверх-вниз, то будет вертикальный Zoom Out, Zoom In. Если на кнопки вправо-влево, то горизонтальный. Также, если мы выберем канал, мы можем с ним производить различные действия. Например, мы можем прописать автоматику. Мы можем вызвать эквалайзер. Мы можем вызвать логины, которые у нас используются. Я думаю, я сделаю отдельный урок, в котором расскажу о том, какие функции предоставляет эта программа более подробно. Вот вкратце и все. Заходите на AppStory, на официальный сайт этой прекрасной программы. С вами был DJ Krypton. Смотрите скоро премьеру клипа на мою сольную песню 1. Подписывайтесь на мой канал на YouTube, также на мой сайт. Внизу сайта есть кнопочка подписаться. И до скорой встречи!